Здравствуйте дорогие друзья! С вами телеканал Мода и я Анастасия Николаева, ведущая рубрики Мода от Кутюр. Евгения Крюкова известная российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России, у которой на счету более 30 ролей. Евгения талантлива во всем, будучи любящей женой и заботливой матерью двух детей, Евгения нашла себя в моде, став дизайнером. И свою дебютную коллекцию триумфально представила в рамках Mercedes-Benz Fashion of a Crush. Наряды дизайнера элегантные, утонченные платья в стиле ретро, выигрышно подчеркивают фигуру и отличаются необыкновенным качеством и яркой цветущей палитрой. По словам Евгения, на создание коллекции ее потолкнула мечта о возрождении тренда женственности в нарядах для каждого дня. И сегодня мы поговорим о том, как удается все успевать совмещать материнство, карьеру актризы и дизайнера одежды о вдохновении, мечтах и дальнейших творческих планах. Здравствуйте, Евгения. 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 из толпы что-то сделать для себя, чтобы это было уникально? Ну, наверное, конечно, не хотелось того, что в повседневной была продажа. На тот момент хотелось что-то более уникальное, что-то более интересное. А кто поддерживала вас на старте? Мои все близкие меня поддерживали, те, кто работал в нашей команде. На старте, наверное, кроме ателье богемы и замечательных девочек, которые в нем работают, наверное, кроме как бы, да, здорово, в общем-то, я и не нуждалась в особой поддержке. То есть это был процесс, который вот мы знали. Я бегала, скупала ткани, мы везли за границей с семьей какие-то ткани купленные, из Индии, из Китая откуда-то, какие-то уникальные вещи. Мой муж был вынужден тащить чемоданы с этими свертками. А потом, когда это уже выросло в коллекцию, тут уже, конечно, нужна была поддержка больше гораздо, потому что уже мы должны были что-то с этим делать. Поэтому все мои близкие, они, в общем, включились кто что. Дочь помогала на показе. У меня есть замечательная племянница, которая, прекрасный оператор. Она помогала делать видео, которое было в начале показа. Она сочиняла музыку, то есть не сочиняла, а помогала ее вписать. Вот, и стилисты, которые... Выступала как режиссер? Вот, ну, как режиссер, наверное, выступала я, вот, а все-таки, как вот исполняли какие-то, какие-то вот эти вот, то, чего я не могу сделать, придумав, вот, уже очень много народу. Вот, у нас много керамики в коллекции. Потрясающее украшение. Да, у нас украшения, пуговицы, брошки, все керамические. Вот мы находимся в керамическом цехе. Вот, и вот девочки прекрасно, они все это делали, лепили руками, потому что каждое украшение уникально, оно все сделано руками, их нету двух повторяющихся, каждое, каждое само по себе такое, какое оно есть. Вот, и поэтому старались, изобретали, изобретали цвета, как это может выглядеть, как это может быть пришито, к чему может быть пришито. Поэтому команда, которая была, она вся помогала, они все были рядом, вот, все, все у каждого была своя зона ответственности, вот, и все, в общем, все очень здорово меня поддержали и помогли. Кстати, как раз я имею честь сейчас на себе иметь это украшение красивое, аксессуар из керамики, как я понимаю, сделанное вот именно на этом заводе, в этом производстве, правильно, в котором мы сейчас находимся. Да, да, да. Вот это очень обширное помещение, вот, где делают не только керамические украшения, но и какие-то другие чашки, вазы, правильно? Да, мы делаем много чего интересного, мы с вами сидим на нашей керамике, все это лежит на нашей керамике, у меня вот чашка из-под чая, тоже из нашей керамики, мы делаем фарфор, мы делаем керамику, мы делаем то, чего практически не делают в нашей стране, вот, и у нас такая есть прекрасная идея, выйти с этим на тот уровень достойный, на котором это должно быть, и что этот материал мертвый, в общем, уже практически забытый, должен ожить, должен стать живым, нужным, востребованным, теплым, уютным, потому что эти вещи, которые мы делаем, они уникальны тем, что они, я уже сказала о том, что они каждое сделано вручную, каждый, каждый цветок, каждая чашка проходит, ну, как минимум пять рук, потому что кто-то это лепит, кто-то это глазурует, кто-то это обжигает, кто-то затирает, кто-то замывает, кто-то капает золотом или рисует золотом, и каждый, тот, кто с этим, к этому прикасается, хочет это сделать хорошо, и это хранит энергетику вот этих вот, вот этих человеческих рук, поэтому, когда... Они очень легкие? Они очень легкие, это у нас... Они очень хорошо, они легко одеваются, и шеи не тянут на шею. Ну, технологически, конечно, продумывали, чтобы это было абсолютно удобно, чтобы это не раздражало, и чтобы это было возможно в использовании, и очень легко, и очень много всевозможных идей, как это может быть. Вот, например, у нас очень много тех, у кого наши чашки, и они говорят, что мы, взяв в руку вашу чашку, мы не можем больше ни с чего пить, потому что они не штампованные, как сейчас. Они действительно энергетически, как раньше. Было когда это делалось вручную? Все в единственном экземпляре. Это, оно не в единственном экземпляре, их много, их много. Но они просто разные всем. Они каждые отличаются друг от друга, потому что каждая сделана вручную. У нее чуть по-разному лежат листочки, лепесточки, она чуть по-своему покрашена. Каждая, каждую отлепили руками, каждую отлили руками, каждую покрасили руками. То есть у нас вообще нет технологий такого штампованного серийного производства. Даже если это серийные партии, они все равно все сделаны руками. И цветы, и чашки, и вазы, и подсвечники, все, что мы делаем, это принципиально, чтобы они были живыми. Евгения, вероятно, было не так просто дополнить свою сферу деятельности абсолютно новой областью? Или все получалось как по маслу? Ну, как по маслу не получалось, потому что было и страшно было, и неловко, были и сомнения. Но уже ввязались в драку, что уж отступать поздно. Поэтому нужно было идти вперед. Это было безумно интересно, это такой тоже творческий выход абсолютно. Поэтому, не знаю, я кроме удовольствия, в общем, наверное, в итоге ничего не получала. Даже все вот эти вот терзания, метания, они все равно были направлены в одну сторону. И нужно было придумывать что-то, это было несложно. Сложнее было отсеять все, что придумано. Потому что придумано было гораздо больше, чем в результате воплощено. Евгения, а где вы черпаете вдохновение? Театр, наверное, путешествия, кино? Вдохновения много. Вдохновения много, действительно. И тельный театр, и книги, и путешествия, и кино, которого сейчас не так много. Но, в общем, оно тоже есть. И много чего смотришь. И, не знаю, потрясающая живопись, которую иногда пересматриваешь. И она тоже, если не говорить о каких-то природных вещах, которые тоже вдохновляют. Очень много вдохновения. Просто не надо проходить мимо, а нужно обращать внимание на то, что тебе дарит судьба. Поэтому с этим пока не было никаких проблем. Евгения, расскажите непосредственно о своей коллекции, которая была представлена на неделе мода. Ее главная концепция, главный атрибут. Очень хотелось женственности. Очень хотелось женственности. Очень хотелось уйти от черного цвета. Но, тем не менее, хотелось очень сделать одежду для женщины, которая хочет себя чувствовать женщиной в любом возрасте. Независимо от того, 20 ей, 18, 45, 50. Которая, наверное, не прячется. Которой хочется быть яркой, красивой. Поэтому в коллекции нет черного цвета нигде. Даже в отделках мы избегали этого категорически. Она вся яркая. Главное, наверное, вот этой женственности, тема этой женственности. Немножечко, может быть, где-то ретро в чем-то. Ну, наверное, тогда, когда она была. У меня, знаете, у меня такое было удовольствие невероятное. И понимание, что такое женственность. Когда мы снимали сериал «Марина роща». Действие происходило в 45-м году. И когда мы начали подбирать одежду. И уже подбирали ее в момент съемок. И мы начали мне шить новые платья. И я просила не шить мне новое, искать старое. Мне говорят, ну как, оно же дырявое. И я хотела зашивать эти дырочки. Потому что... Сохранить что-то. Даже не сохранить. Ощущение женщин. Вот оно вдруг, оно вдруг дало возможность, вот эта вся ситуация дала возможность почувствовать, как это было. Когда женщины прятались в платках, в телогрейках, копали окопы, я не знаю. Но вот как бы этой красоты не было. И когда вдруг им это стало позволено. И они чувствовали себя королевами в этих заштопанных платьях. Они передавали помаду из рук в руки. Но они абсолютно хотели. Из них это вылезало просто. Вот просто вылезало. Их переполняло это ощущение вот этой спящей женственности. И я видела, когда одевали девушек, которые приходили сниматься в массовке, в кроссовках, в джинсах, в другах, одевали в эти платья, делали им прически, и в них что-то просыпалось. Это было так прекрасно. И поэтому это ощущение, оно не оставляло меня очень долго. И хотелось как-то вот это немножечко передать. От этого и пришло также вдохновение. От этого также пришло вдохновение. Мне кажется, то, что я хотела, оно получилось. Евгения, а как вы успеваете все? Как вообще вы совмещаете и материнство, и у вас есть муж, и кино, и сейчас мода? Как вообще все это получается успевать совмещать? Прекрасный наш кинорежиссер, которого нет с нами, Эльдар Александрович Рязанов, он сказал, у него была любимая фраза, когда он вынужден был резать картину. Он говорил, на трамвай не резиновый. Иногда бывает немножко резиновым, к счастью. Иногда такое бывает позволено. Видимо, так надо. Поэтому ночами, что-то делалось ночами. И слава богу, что в сутках 24 часа, а не 12. Иногда было все, сон был где-то там. За счет трамвая, в общем, как-то все успевали. Но мы делали ее достаточно долго. Она все-таки, наверное, года полтора в общей сложности. То есть это не за два месяца было сделано. Конечно, последние два-три месяца они уже были авральными. И, конечно, никто не спал. Евгения, а могли бы вы себя представить в офисе бухгалтером, предположим, который занимается документооборотом с 9 утра до 6 вечера? Или вы абсолютно творческая личность? Я абсолютно творческая личность. Сидячий образ жизни это не ваш? Я ничего не понимаю в бумажках. Я не могу сидеть. Я могу сидеть только вырезая цветочки. А так, в общем, это точно не мое. Я бы точно что-нибудь придумала. Но, наверное, я и не стала бухгалтером по этой причине. Да. Евгения, ну вы удивительно разносторонний человек. Я думаю, что, наверное, у вас в планах попробовать еще что-то. Не поделитесь ли? Может быть, что-то новое? Пока хотелось бы плотно заняться тем, чем мы занимаемся. И добиться в этом определенных успехов. То есть еще одну коллекцию выпустить? Ну, конечно, уже мы делаем следующую коллекцию. Потом очень много в наших фарфоровых делах есть и идей, и возможностей, и необходимостей. То, что мы делаем, в общем, оно каждый раз все новое и новое. Мы придумываем, сочиняем. И очень много у нас наших собственных разработок, которые никто никогда не делал. То есть то ли еще будет. То ли еще будет. Предлагаю еще раз окунуться в атмосферу показа и более детально обсудить коллекцию Евгения Крюковой, которая была представлена 14 марта на Неделе Мода. Итак, настоящим открытием для Недели Мода стала коллекция дизайнера Евгения Крюкова. Дебют известной актрисы прошел с настоящим триумфом. Дизайнеру удалось совместить в коллекции «Осень-зима» 2017-2018 мотивы ретро с современным веянием и удачно воплотить идею возвращения женственности в повседневную жизнь. Несмотря на разнообразие принтов, коллекция смотрелась единым целым. Благодаря удачному цветовому сочетанию коллекции, напоминавшую скорее не об осени, а о теплой весне с ее цветущими клумбами, Крюкова угадала с выбором цветовой гаммы как нельзя лучше, совмещая яркие цвета с пастельно-карамельными. Итак, на подиуме первая модель. Почему именно эта модель открыла показ? Мы хотели, чтобы... Я хотела, чтобы сразу... Мы не осторожничали в данной ситуации, а чтобы сразу на подиуме оказалась яркая модель, которая говорила о том, что у нас все цветное, что у нас все вот так, что именно так, что никак по-другому. Поэтому сразу было принято решение начать с такого яркого, желтого, золотого, платья в цветах, которое, в общем, поддерживается задником, на котором сфотографированы керамические аксессуары и цветы. Ну, как-то поэтому решили начать сразу. Евгения, каким материалам и тканям вы отдаете предпочтение? Только натуральные ткани, шелка разные выработки, шерстяные ткани, ну, как и тонкие, так и плотные, вискозные. Если это вискозные в основном в мехах, то это обязательно все равно поддержано шерстяными тканями. То есть, чтобы это было натурально, чтобы это было... Браслеты, серьги, украшения, все очень лаконично, все очень ярко, все очень стильно. Расскажи, Витя. Аксессуары все практически, в исключении тканей, которые тоже присутствуют в аксессуарах, это в основном керамические фарфоровые цветы, которые делали вручную каждый цветок. Они делались под тканью, какие-то старались повторить тканевые мотивы, какие-то делали просто так, вот так, как хотелось. Поэтому, в общем, керамика и фарфор. Психология цвета в тканях, выбранных, которые сейчас на модели? Цвета должны были быть яркими, но в то же время уютными, не должны быть отталкивающими, раздражающими. Все равно хотелось таких немножечко, где-то немножечко утепленных, приглушенных, чтобы вот они никак не раздражали глаз с собой, а чтобы они такими были приятными для восприятия. Евгения, сейчас на модели потрясающее пальто, которое изначально привлекло мое внимание. Расскажите о нем поподробнее, оно изумительно. Это шуба с такой вот забавной подкладкой горошек. У нас вообще очень много тканей горошек и очень много подкладочных тканей, которые тоже горошки. Потому что делать это серьезно вообще должна быть, с моей точки зрения, во всем, что мы делаем, должна быть немножечко ирония. Вот эту иронию в этом горошке мы где-то пытались немножечко добрать. Поэтому какая-то она должна была получиться, с одной стороны, женственной, с другой стороны, немножечко ироничной. Поэтому эта шуба, она такое яркое створение. Евгения, расскажите, кто помогал готовиться вам к показу? Как я понимаю, режиссером выступали вы. А что касается декорации, музыки, кто создал ансамбль всего показа? Я сочиняла то, как это должно было выглядеть. Мне помогали операторы Елизавета Головина, стилист Саша Челубеев. И, в общем, все это делала команда в результате. Моего цеха, который делала керамику, ателье Богема. Просто моих друзей, которые были рядом, у каждого была своя зона ответственности. Поэтому вот так все это было. Очень привлекает взгляд модели. Они неформальные. То есть не те, которые всегда участвуют на показах. Высокие и худые, хотя тоже я вижу профессионализм. Но очень много лиц из 90-х, 80-х. Вот эта прекрасная модель, звезда 90-х, Татьяна Эттингер. В общем, она сама за себя говорит о том, как можно себя ощущать, что это должно быть, с моей точки зрения, должна быть личность находяна. Для меня важно, чтобы одежда висела не на вешалке, а чтобы это был образ. Я воспринимаю платье на женщине, а не на вешалке. Для меня важно, как оно смотрится, как его можно носить. Поэтому наши девушки, они все живые, со взглядами, с достоинством, с энергетикой. И это было принципиально, чтобы они были вот ими такими. От каждой нереальной энергетики, которая передается даже через экран, представляю, что было во время показа? Я во время показа смотрела в монитор, мы считали секунды, чтобы девушки уложились в музыку, чтобы все было точно, чтобы никто не оступился. Мы за это переживали, поэтому я как пришитая смотрела в монитор, мы стояли секундомером. Кто-то должен был идти чуть быстрее, кто-то чуть медленнее, потому что музыка была достаточно точно рассчитана. Вот, поэтому, в общем, я... Все прошло как по маслу. Все прошло прекрасно. Евгения, кто из звездных подруг пришел вас поддержать? Вот как раз сейчас будет в зеленом платье Оли Кабу, которая пришла бы сочувствовать, поболеть, поподдерживать. Светлана Светличная. Вот, ну, как и так. Интересный вопрос. Обувь на моделях. Обувь на моделях... Я собирала просто со всеми моими, опять же, близкими по всей Европе. Это прекрасные туфли фирмы Бата. В России их не оказалось, поэтому мы купали их по три пары, там, по две, по три пары и в Италии, и в Хорватии, и в Словении. Они удобные? Они невероятно удобные. Все девушки сказали, что, боже мой, какие удобные туфли. Мне хотелось, чтобы туфли были как продолжение ноги, поскольку это были не наши туфли сделанные, то есть не мои, которые я сочинила. Они должны были быть нейтральными, но в то же время очень удобными. Кремовых оттенков пастельных. Да, кремовых пастельных оттенков. И оно должно... Вот это вот мисс Вселенная. Эльвира прекрасная. Вот опять же, вот они глаза, вот оно достоинство. Подача. Вот какая подача прекрасная. И опять же, это женщины разного возраста. Они могут быть в 18 лет, а могут быть и старше. Это твидовое платье. Это твидовое платье. Твид просто был писк в 80-х. Это костюм из разных тканей, который просто в одном цвете. Он многослойный. Тоже видка из трех словов ткани. Хотелось, чтобы она немножечко жила такой, чтобы она немножко дышала. Макияж на модели. Макияж прически делала Реаль. Макияж делала Мари Кей. Реаль в результате прислала благодарственное письмо, потому что им наконец-то довелось сделать женственные прически. Чего они давно не делали. Они были счастливы. Потому что, опять же, это не в тренде. Очень модно сделать хвостик. И, в общем, с нудовым пияжем. По стандартам. По стандартам, да. Мы хотели пияж, хотела причесок. Этим вы и выделились. Поэтому у нас прически. Евгения, как вы относитесь к критике? Знаете, когда мы выпустили спектакль Анны Каренина с режиссером Андреем Житинковым, очень много было всевозможной критики. Причем критика была... У нас же вообще очень мало кто разбирается в театре, разбирается в кино, разбирается в моде. Ни один критик не написал, не был разбора. Также, собственно, и в театре. Когда я стояла у доски, это было очень давно, и стояла у доски, на которой вывешивали статьи, и просто плакали от того, что вместо разбора спектакля написали, ну вот, Крюкова опять демонстрирует свои широкие щиколотки. Это было написано, поэтому я иронизирую по этому поводу. И я не понимала, как же так можно, когда это критик театральный, почему он не разбирается в спектакль? Мне сказали, не читай, считай. Вот, поэтому мне очень хотелось почитать хоть одну критическую статью. Поэтому их не было. Не было, критики не было. Не было. Нет, критики не было, собственно, как и разбора. Я просто делала весь интернет. Как и разбора, как и разбора. То есть была только, в общем, информация. Хотелось бы, чтобы это было как-то разобрано. Но, к сожалению... Евгения, а вы пользуетесь своими моделями одежды при выходе на мероприятия, светские вечеринки, или вы предпочитаете что-то более втемного? Я давно уже хожу практически только в своих платьях, и черный цвет у меня гораздо меньше стало в какой-то момент в гардеробе, чем ярких цветов. Вот. У меня их много, и я очень люблю, и я стараюсь, наоборот, носить яркое. Вот. Иногда, когда уж совсем просто некогда, и ты не знаешь, что надеть, или не готов к какому-то определенному, какой-то яркости, тогда уже черное, но это краили. А с кем из российских дизайнеров вы поддерживаете дружеские отношения? Может быть, посещаете показы, может быть, вдохновляетесь даже? Я смотрю, наверное, интернет, я смотрю показы в интернете, когда мне нужно что-то посмотреть, вот, но... Не особо. Не особо. Ну, у вас индивидуальный абсолютно стиль есть. Свой, да? Зачем, в общем-то, создавать что-то новое необходимо, а не брать пример с кого-то другого? Наверное, я смотрю много, но больше не растет. Существует мнение, что очень важно использовать местные материалы, технологии, беречь национальные особенности, которые ценны. Как вы считаете? Прогласна. Я не думаю, что это так. Наверное, в чем-то, может быть, да, безусловно. Но если где-то лекарство лучше, чем в России, к чему нужно... Можно поехать. Можно поехать, это неправильно. Вот. Поэтому, если итальянцы делают прекрасные ткани, зачем будем изобретать велосипед? Потому что можно купить эти замечательные ткани и заказать, и использовать их. Если они будут лучше у нас, то, безусловно, мы сделаем это, как мы делаем. Вот, например, все шифоновые платья, которые... Для меня было принципиально, если у нас зимняя коллекция, мы оппозиционировали это, как зима и осень. Сейчас никто уже... И такие яркие краски. Краски яркие. Но дело в том, что даже шифоновые платья, которые, по идее, очень легкий и незимний материал, они все на кашемировых комбинациях. То есть все было сделано так, чтобы они были уютными, теплыми в зимнее время года. Любую вещь, которая в коллекции, в моей, ее можно взять и носить зимой. То есть пальто любое можно надеть, оно утеплено, оно все приспособлено к нашей повседневной зимней жизни. Это триумфальный выход, потрясающей красоты, шикарное платье, левого лового оттенка, моего любимого. Просто замечательно. Это можно и на вечер, и в ресторан. Думаю, летом тоже можно надеть. Наверное, летом будет шерковато, но в общем... Подкладка какая-то? Подкладка шелковая. Шелковая? Шелковая подкладка. На некоторых платьях нет подкладки, но где она есть, везде это шелк. Где-то натуральный шелк, или шифон, или дышим. У меня вот подкладки есть на месте. Лимонное платье. Да, у него вся хитрость была в юбке, которая собрана, как в таких складках. Плессированная? Она не плессированная, она просто собрана в объемную складку. Ага. Это шифоновое платье с шифоновой же подкладкой. Оголяющая одну ногу, так... Ну, так тоже было. Но при этом нет декольте. При этом она закрыта под горло. Всего должно быть из мира. Ну, должна быть нога, пожалуйста, нога. Евгения, знаете, многим задаю один и тот же вопрос. Вот каково ваше отношение к молодым дизайнерам, которые не получали профессиональное образование, ну, так сказать, самоучками? Я думаю, что это возможно. Просто дальше все равно нужно учиться. Вообще, как бы, любому делу, конечно, нужно учиться. Это можно делать по-разному. Человек может действительно учиться сам, но он должен штудировать все возможные, не знаю, особенности кроя, нюансы тканей, особенности фигуры. То есть это просто необходимо. Поэтому, если человек выбирает себе такой путь, даже если он вышел на подиум, не будучи профессионалом, не будучи профессионалом, то в любом случае в какой-то момент он поймет, что ему это необходимо. Ему это обучение, оно просто необходимо. То, что это будет конечным, он не сможет дальше развиваться. У вас охота предостаточно? Когда-то я училась в архитектурном институте, поэтому, в общем, какое-то художественное образование, оно, наверное, присутствует. А потом все-таки очень много работы в театре, в кино, в создании собственного костюма и в том, что костюм должен не мешать, а помогать в роли, в образе. Оно, в общем, тоже было какой-то школой. Хотя мне не хватает точности, знания кроя, и я обязательно буду это добирать. Мне просто нужно. Но уже такого более профессионального, потому что крой на том уровне, на котором я это делала, он у меня понятен абсолютно. Но хотелось бы чего-то более сложного, поэтому... Уверена, что у вас это получится очень легко и просто. Буду стараться. Вот это все расшивалось дома, руками, ночами. Очень красиво. Это уже твидовый подтекст, да, твидовое платье. Да, это костюм, костюм твидовый. Внутри он весь обработан шифоном с подкладкой. Вот так расшит цветами. Каждый цветок красился, расшивался, пришивался. Это что за материал? Расскажите о платье. Это шелковый креп, очень плотный, очень текучий, очень красивый. Вот, и хотелось сделать платье свободного кроем из этой ткани, чтобы оно очень красиво стекало. Из него же сделаны цветы, которые покрашены. Вот, и пришита на серфей. Тоже немножечко ретро-силуэт, ретро-крой. Видно, что в течение показа не было ни сучка, ни задоринки. Все прошло на высшем уровне. И у вас это дебют, и мне очень странно смотреть, что первый показ, и он настолько идеален. Ну, видимо, все сложилось. Звезды сложились. И, видимо, это должно было получиться. Мода, это ваша. Будем стараться. Будем стараться. Как я понимаю, мы уже подходим к завершению показа. И расскажите об этой модели. Это пальто. Это ткань, например, которая на блузке. Она была проведена из Индии. У нее даже остался штамп, какой-то там, который не должен был, в принципе, отрезаться, но мы его использовали. Вот, это пальто из искусственного меха, в которое вставлены цветы из искусственного меха. Это одно из моих любимых платьев. Оно все кривое, косое, пушок. Вот так оно сшито все, все нетрадиционно, со сломанными долевыми линиями. Ну, это специально сделано? Конечно, конечно. Ваша любимая модель? Одна из моих любимых моделей. Воротник с пальто, воротник я вязала. Вязала ручной. Вы еще и вяжете? Я еще и вяжу, воротник у меня не связан. Говорю же, какая разница? Воротник у меня не связан. Это одно из первых было сшито пальто в колец. Это тоже шелковый креп в платье. Сколько позиций было? 46. Думаю, в следующий раз порадуете нас. 90. Ну, так много не нужно. Так много не нужно. В этом платье сложно ходить? Оно узкое. Оно, конечно, не рассчитано на то, чтобы ходить очень быстро, как мы привыкли в джинсах. Но при этом достаточно комфортный шаг. Элегантное. Оно очень уютное на теле. Тоже собраны цветы. Здесь очень много гороха. Твида, гороха. Просто пестрит перед глазами. Яркие очень краски. Горох использовался просто везде. Цветы и горох, наверное. Цветы, яркие цвета и горох, наверное, были такими основными составляющими коллекции. Даже синий он насыщенный. Он живой, насыщенный. Очень хотелось. Причем ткани, они в 90% обработаны специальным образом. Настолько, насколько эта технология позволяет им не сесть, не мяться. Они сваленные, застиранные специально. И они никак не деформируются. Вот как раз на мне платье, которое сейчас модель идет. Такое же, да. Похоже, только другого цвета. Да, да. Это одна. То есть последнее, наверное, последнее пальто. И дальше свадебное платье. Да, смотрим. Итак, вот на подиуме у модели, которая практически через пару секунд появится, которая закрывает показ. Обычно последняя модель – это та, которой дизайнер возгордится, даже которая является фаворитом. В нашем случае это свадебное платье. Да, это свадебное платье, потому что как-то так было принято, что в показах обычно должно быть свадебное платье. Завершать. Завершать, наверное, как уже апофеоз этой женственности, чего-то чистого, прекрасного и неземного. Поэтому без свадебного платья обойтись было невозможно. Да, но хотелось его сделать таким же простым, как, в принципе, достаточно простые все модели. Но чтобы была в нем вот эта цветочная изюминка. Ручная работа. Ручная работа полностью. Я прикалывала каждый цветочек, потом, правда, его замечательно пришили. Не знаю, какими словами там уже. Но, тем не менее, вот каждый цветочек был покрашен, пришит, вырезан. И было бы, хотелось бы, такого, чтобы до этих цветов вышло что-то легкое, прекрасное. Очень красиво, потрясающе. И скоро будет финальный выход участниц показа. Это всегда захватывающее, волнительное шоу. Как планировался финальный выход? Не хотелось, чтобы все выходили по очереди, еще раз демонстрили то, что уже было. Все вышли, все вместе. А вот, Калюш, у нас цветы на заднем плане в таком количестве. Хотелось, чтобы прекрасные девушки в прекрасных ярких платьях вот так вышли тоже продолжением вот этого задника в цветах. А в чем вы думали выйти на подиум и в итоге вышли? У меня тоже было платье в горох, которое я не успела погладить, не успела переодеть. И поэтому в рабочем комбинезоне я... на мне только единственное, что керамические украшения. А так вот я пришлось уйти в черном. Вот, как раз это была рука Ольга обувь зеленой. Ну, вы знаете, очень органично смотрится, потому что сзади все яркие, и тут вы такая выходитесь. Так должно было, видимо, так должно было получиться. Видимо, так должно было получиться. Поздравление, цветы. Что чувствуете? Слезы наворачивались? Ну, я была в такой растерянности, и, в общем, для меня это было новое ощущение. Меня спросили, это круче, чем премьера в театре. Я сказала, да, круче, потому что... Это дебют, конечно, новое дело. Я и, в общем, это... ну, да, это было уже от меня. Я не транслировала чье-то, чье-то мироощущение, а, наверное, приоткрыла как бы что-то в свое. Поэтому это было очень... Улыбка просто не уходила с ваших губ. Ну, потому что все получилось, никто не упал, не споткнулся, все прошло ровно, и я была довольна и радостна. И девчонки были очень красивые, и музыка прекрасная, и все как-то в результате сложилось. Потрясающий показ, огромное удовольствие получила сейчас. Замечательно. Спасибо. Евгения, расскажите о вашем общем впечатлении о неделе моды. Как все прошло, и как прошел ваш показ, и довольны ли вы результатом? Я не смотрела ничего на неделе моды, потому что мы были заняты... Приготовлениями. Приготовлениями, которые, в общем, были вплоть до показа практически. Я в последний момент пришивала цветочки. Наш показ прошел, мне кажется, очень хорошо и достойно. Я была, по крайней мере, очень довольна, потому что то, чего хотелось, то и получилось. И, в общем, те долгожданные отзывы, которые я ждала, я их услышала. Вот это ощущение цветочного какого-то такого, женщины-цветы, вот, оно было достигнуто, потому что люди выходили с этим ощущением. То, что мне мои близкие, которые были в зале, и то, что я читала потом по отзывам, оно, в общем, получилось. Поэтому я очень... То есть без никаких нюансов, сложностей, какая-то модель упала или еще что-то, ну, оступилась, потому что я помню, что никто не падал. Вы знаете, я настолько была довольна моделями, потому что мы... Есть же определенные моды на модели сейчас, вот, и мы просто закрыли глаза на все тенденции, возможно, и невозможно, и мы выбирали модели тех, которые... Вот мне нужны были, чтобы это были девушки красивые, с хорошими формами, которые красиво бы ходили, с достоинством, у которых были бы живые глаза, вот, которые бы ощущали себя женщинами. Для меня это было принципиально важно. Энергетика. Для меня это было абсолютно важно, чтобы там была, да, вот именно энергетика, чтобы в данной ситуации присутствовала. Поэтому мы выбирали модели очень долго, и в каждой я была уверена на 300%. И они настолько прекрасно это сделали, вот так, как мне хотелось. У нас были, помимо молодых девчонок, у которых были первые показы, у нас были модели, которые были в 90-х популярными. У нас была Татьяна Эттингер, у которой их 4 статуэтки, как у лучшей модели. Вот, была Мисс Вселенная, замечательная девушка. И это было, это чувствовалось энергетически. Они это делали так, вот, как надо. И я, поэтому, у нас не было проблем. У нас были проблемы, наверное, в том, что, может быть, не хватало одевальщиц, которые, но пришли на помощь моя дочь со своей подругой, которые взяли на себя все. Все в спешке. В общем, все друзья, которые как-то были рядом, они, вот, все настолько включились, настолько помогли, вот, и, в общем, все прошло очень... Сплоченная работа дала свой результат. Абсолютно, вот, команда, вот это вот слово команда, мне очень повезло, она у меня была. И она есть, мы продолжаем ей работать дальше, вот, поэтому не было никаких, с точки зрения команды, вот, не было никаких проблем. Все прошло просто прекрасно. Евгения, а ваше отношение к российской индустрии моды, как вы считаете, есть ли у нее перспектива, развивается она или все-таки больше негативных сторон? Мне не очень, наверное, правильно было бы об этом говорить, как к человеку, который теперь к этому имеет какое-то отношение. Но если бы я к этому не имела отношения... Вы имеете. Вот, но если бы я не имела к этому отношения, наверное, я бы сказала, что мне не очень нравится то, что происходит теперь. Вот, у нас есть модные тенденции, которые, наверное, нам навязывают. Вот, и мы должны все их придерживаться. Это не зависит от того, нравится это людям или нет. Вот, и понятие модно, оно не то, что красиво, оно, в общем, имеет под собой некую какую-то совершенно другую подноготную. Что для вас мода? Вот, для меня мода это когда... Это та одежда, которую хочется носить, с которой не хочется вылезать, в которую ты чувствуешь себя вот той женщиной, которая должна себя чувствовать. Вот, я сейчас не в правильной одежде. Вот, потому что я работаю, я на производстве, мне так удобно, наверное. Вот, но моя подруга, которая тоже помогала и тоже была членом команды, она это характеризовала как униформы китайских рабочих. Вот мы все сейчас ходим в униформе китайских рабочих. И наша мода, она, в принципе, нас туда толкает. А хочется чего-то другого. И мы, наверное, попытались вот это другое... Ярких красок. Ярких красок, действительно, женственности. Почему мы должны носить слово унисекс? Почему? Мы же не унисекс. Мы же все-таки... Вот, поэтому... Это с моей точки зрения. Вот, но, в общем, я теперь имею какое-то отношение к индустрии моды. Поэтому я все равно буду делать то, что считаю нужным. Евгения, сейчас огромную популярность занимают социальные сети. Инстаграм, Фейсбук, все, что можно. Как вы относитесь к дизайнерам, которые смогли прославиться только за счет продаж в Инстаграме? Ну, наверное, здорово. Я не очень продвинутый пользователь. У меня нет Фейсбука. У меня есть Инстаграм, который мне зарегистрировала дочь. И я как-то им пользуюсь, но как своим частным... То есть это не то, что... Вот я сегодня там, а завтра я там. Это мой личный... Предпочитайте живое общение. Это мой личный как бы Инстаграм. Есть Инстаграм бренда, который только-только появился. Потому что, собственно, и бренд только появился. И, наверное, это правильно. И нужно к этому привыкать, потому что мы идем дальше. И мы должны, в общем, как-то все-таки не тормозить время, а идти с ним в ногу. Поэтому придется как-то это осваивать и придется этому, в общем, соответствовать. Потому что без этого, наверное, сложно. Но это здорово. Это здорово, это правильно. И это прекрасно, когда действительно есть возможности у людей этим пользоваться. То есть сейчас журнал ВОК уже не так актуален, как Инстаграм. Или какие-то социальные сети. Сейчас никто не покупает журнал. Сейчас в интернете можно все посмотреть. Сейчас открывают интернет и все смотрят, все, что я делаю так же. Евгения, хотелось бы узнать о ваших планах на будущее. Какое вы себя представляете через 5-10 лет? Может быть, приоткройте завесу какого-то секрета, что будет дальше с вашим брендом? Ну, очень много идей всевозможных. Будем их воплощать. Потому что их, наверное, больше, чем на 5 лет. Как в одежде, так и в керамике, и в фарфоре. Ну, плюс к этому еще есть театр, еще есть кино, которому тоже нужно уделять время. И, в общем, это получается. Поэтому как-то буду стараться. Вы планируете открывать что-то, какой-то тип магазина? Да, у нас мы делаем ремонт сейчас на Новом Арбате, дом 27. Там будет прекрасный магазин, где будет представлена как и керамика, так и одежда. Приглашайте нас на открытие. Приглашаю вас на открытие. С удовольствием с телеканалом МОДА. Приглашаю вас на открытие. Хорошо, очень здорово. Думаю, что к сентябрю мы откроем. Евгения, что вы могли пожелать телезрителям телеканала МОДА? Чтобы я могла пожелать телезрителям канала МОДА, ну, наверное, быть модными. Но модными не в том смысле слова, что судорожно следить за всеми тенденциями, а настолько чувствовать себя, настолько быть прекрасным внутри. И вот этой уверенности, вот этой какой-то радости, здоровья, удачи, любви. Евгения, огромное спасибо за интересную беседу. Я получила огромное удовольствие, общаясь с вами. И искренне хочу пожелать вам творческой реализации, успеха во всех начинаниях, любви, быть любимой, заниматься любимым делом. Ведь только это может принести такие замечательные плоды. Спасибо. Спасибо. Я с удовольствием буду наблюдать за вашим развитием как дизайнер. Спасибо. И на этом я заканчиваю нашу передачу. Напоминаю, что мы были в гостях у Евгении Крюковой. Оставайтесь с нами и будьте в курсе всего самого модного и актуального. До скорых встреч на телеканале МОДА. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...